Да, мы сейчас давайте рассмотрим случай, если власть будет препятствовать, а зная нашу власть, мы все, конечно, без иллюзий понимаем, что препятствовать власть будет. На самом деле, это им во вред. Сейчас я объясню следующее. Я хочу закончить мысль, что когда собирается, вот в Алматы 3%, это 60 тысяч, из регионов приедет какое-то количество, когда такое количество людей собирается, то, как я сказал, власть в этом городе перейдет именно в руки народа. Что дальше происходит глобально по всей стране? Как только это происходит в Алматы, например, или в Астане, даже в любом другом городе, крупном областном центре, вы все должны понимать, опять же, мировая практика. Этот режим падает как карточный домик, потому что народ, 30 лет находящийся под пятой властью Нурсултана Назарбаева, ищет возможность реализовать свои права, ищет возможность отправить в отставку этот режим. Поэтому, как только власть падет в одном городе, стремительно начнутся меняться события в каждом областном центре, и власть начнет падать в течение недели фактически везде, во всех городах. Сразу переходит власть к представителям народа. Поэтому мы рассматриваем и этот вариант, и этот вариант главный, к которому стремятся многие. Но все это будет зависеть от активности людей, от инициативности, от готовности так действовать, не ожидать, что кто-то за нас изменит нашу страну, именно мы сами. Так вот, теперь мы, давайте, поняв, какая конечная цель, как она реализуется, это мировая практика. Поверьте мне, я здесь говорю то, что вы можете легко найти в интернете. Зайдите, почитайте Армению, там очень много видео, посмотрите Грузию, посмотрите другие страны, посмотрите Алжир, как за две недели народ отправил в отставку президента Алжира Бутафлика, когда на улицу страны вышло около 2% населения, это около миллиона, и власть была сменена. Так вот, теперь давайте рассматриваем реальные события. Реальные события заключаются в том, что силы полиции, они перекроют эту площадь, закроют его со стороны Аблайхана, закроют его заградительными разными там решетками вдоль этого сквера и, скажем так, закроют возможность участвовать в митингующем на этом протесте. Давайте вот этот вариант рассмотрим. Тогда что? Что мы делаем? Опять же, примеры многих стран показывают, что, во-первых, мы организовываем мирный протест. Мы все время говорим, что смена режима будет происходить мирным путем. Наши требования мы консолидируем таким образом, что это не будет являться агрессией, мы будем брать всегда численностью протестующих. Итак, если эти улицы, эти площади перекрыты, рядом находится Детский мир, есть площадки, где можно концентрироваться, можно собираться около Детского мира или напротив Детского мира, там есть места, где люди могут там собираться, есть еще около площадка перед Домом Союза писателей, там тоже. То есть, когда произойдет такая концентрация людей, она произойдет, очень важно никому не опаздывать, именно чтобы полиция не растаскивала наших граждан мелкими группами. Очень важно, чтобы в 12 часов дня все основные силы уже собрались на Аблайхана, Тулеби, на углу. Тогда полиция не будет в состоянии, скажем, мелкими группами растащить людей, развести полицейских, на полицейские участки, 3 часа подержать и отпустить, таким образом сбить волну протеста. Очень важно появиться в 12 часов дня. Продолжение следует... Продолжение следует...